Всем привет, я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал. В этом видео рубрики миниатюра я покажу как сделать десерт в форме сердечка. И если вам это интересно, оставайтесь со мной. Для работы нам понадобится белая, коричневая и красная полимерная глина. Канцелярский нож или лезвие. Зубная щетка. Кисточка. Пилка для ногтей или наждачная бумага. Металлическая форма сердечка. Сухая художественная пастель коричневого цвета. Деревянные зубочистки. Лак. А также крышечка с рифленым краем. И гель жидкая пластика. Для того, чтобы получить бежевый цвет, я смешиваю белую и коричневую шоколадного цвета полимерную глину. Если у вас есть уже готовый бежевый цвет, вы можете использовать для работы его. Тщательно перемешиваю до получения однородной массы. Раскатываю кусочек уже бежевого цвета толщиной примерно 1-1,5 миллиметра. Кусочек может получиться узким, но должен быть длинненьким. Теперь беру крышечку с рифленым краем. И прокатываю с небольшим нажимом этой крышечкой по полимерной глине в длину. Вот такой отпечаток должен получиться. Из этого отпечатка вырезаю полосочку шириной примерно миллиметра 3. Беру металлическую формочку и деревянную зубочистку. И эту полоску оборачиваю вокруг металлической формы. Так, чтобы она плотно к ней прилегала. Помогаю в работе себе зубочисткой. Лишние края, конечно же, обрезаю. И зубочисткой заглаживаю место стыка. Беру зубную щетку. И аккуратненько зубной щеточкой прохожусь по поверхности. Чтобы она стала более рыхлой и похожей на настоящее тесто. Щеткой я прохожусь не только с верхней части этой полоски, но и с нижней. Беру сухую художественную пастель. И лезвием крошу ее в пыль. Кисточкой легонечко тонирую тесто. Посмотрите, как при тонировке проступает рифленый полосатый край. Для этого не берите на кисточку слишком много пастели. Растирайте ее на бумаге перед нанесением. Так тонировка будет более мягкой. И после тонировки эту основу прямо на формочке выпекаю. Температуру и продолжительность выпекания смотрите на упаковке той полимерной глины. Из которой вы лепите. После выпекания снимаю заготовку с формочки. Беру немного геля жидкой пластики. И смазываю форму изнутри. Беру кусочек бежевого цвета. Такой же, как я делала форму. Помещаю этот кусочек внутрь формы. И распределяю его по форме внутри. Тесто должно заполнить форму изнутри примерно наполовину. Обратной стороной кисточки я подравниваю полимерную глину внутри формы. Тщательно ее утрамбовываю. Затем беру пастель и тонирую обратную сторону пирога. Его можно сделать более поджаристым, чем боковые стороны. Когда основа из теста готова, беру красную полимерную глину для ягод. Катаю длинную колбаску и нарезаю на много маленьких частей. Каждый из этих частей станет ягодкой. Катаю часть в шарик, затем в капельку. И ставлю точечки на боковой поверхности зубочисткой, имитируя косточки клубники. А ягодку помещаю в форму. И таким образом, выполняя эти ягоды, я заполняю всю форму изнутри. Конечно же вы можете сделать не только клубнику, а например еще какую-то другую ягоду. Маленькие бордовые шарики могут стать вишенкой. Синие, фиолетовые, черные шарики могут стать черной смородиной, черникой, голубикой. Подумайте, какой вкус вам интереснее сделать. И таким образом, постепенно вся форма заполняется. Необходимо заполнить так, чтобы тесто внутри под ягодами видно не было. Вот что у меня получается. Затем беру полимерную глину белого цвета. И прямо не разминая, отрезаю маленький кусочек. Он нам понадобится в конце. Сердечко с ягодками и этот белый кусочек я выпекаю. Температуру и продолжительность выпекания смотрите на упаковке той полимерной глины, из которой вы лепите. После выпекания оформляю последние штрихи этого пирожного. Во-первых, покрываю лаком. Так ягоды будут выглядеть сочнее и более естественно. А теперь небольшая хитрость. Пока лак не высох, я точу запеченную белую полимерную глину, прямо на ягоды. Белая пыль будет падать на ягоды. И получится имитация сахарной пудры или сахара. Посмотрите какой интересный эффект получился. Не правда ли вкусно выглядит? И теперь нужно дождаться, когда лак полностью высохнет и изделие приобретет свой окончательный вид. Вот такой миниатюрный десерт в форме сердечка у меня получился. Такое сердечко может стать интересным подарком на 14 февраля день святого Валентина. Или будет просто романтичной деталью для кукольного домика и кукол. И конечно же вы можете сделать из таких сердечек украшение. Просто вставьте крепление. Оно будет прекрасно смотреться и в виде кулончика и в виде сережек. Я надеюсь, что этот праздничный выпуск миниатюры вам понравился. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. Обязательно смотрите и другие мои мастер-классы, в которых вы узнаете много интересного. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравился этот мастер-класс. И конечно же подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok